Добрый вечер. Нам с вами так умело отреформировали страну, что унять негодяя просто не получается. Любое хорошее дело у нас легко уничтожается силами государства на корню. А любое плохое процветает, дает всходы, распускается. И, конечно, отдельная трагедия для нас это силовики. Под умелой эпитафией Михаила Жванецкого милиционер не бандит, от него спасения нет. И ладно бы, если бы силовики занимались только самоуничтожением, как вот те, например, три очень перспективных хлопца из Следственного комитета с блестательными характеристиками, замечательными перспективами, занимающиеся как раз борьбой с коррупцией в правоохранительных органах, которых размазало на Х5 на проспекте Вернадского 18 августа. Ну, три очень молодых трупа, чрезвычайно жалко родителей, у которых вот такой итог воспитания детей, но, по крайней мере, эти силовики поубивали друг друга. Гораздо хуже получилось, например, у подполковника МВД Анатолия Маурина, который, если помните, застрелил снегоуборщика Владимира Демидова. Причем, какие правовые последствия для страны были? После этого была срочно проведена реформа закона об оружии, и в результате, учитывая, что подполковник Маурин застрелил снегоуборщика из своего личного травматического пистолета, нам срочно запретили всем иметь по пять стволов, согласно закону можно было, разрешили только два. И получается, по закону об оружии, любой законопослушный имеет право на пять дробовиков, пять нарезных и два травматика. Это для того, видимо, чтобы следующий подполковник еще более спокойно и без проблем застрелил следующего снегоуборщика. Вот также вы помните, ну, вполне себе недавнюю историю с Максимом Свенским, ФСБшником, который напился в хлам, выехал навстречку, причем за отбойник, и в лобовом столкновении убил четырех человек. Получил он за это пять лет поселения, никакого бы то ни было особого режима. И Валерий Сасс, судья, в пьяном виде, тоже убивший двоих, тоже получил всего лишь на все поселение. То есть одно дело, если бы их разборка касалась только внутрикорпоративных интересов, они бы там занимались самоуничтожением, другое дело, что они выплескиваются постоянно на нас, и это, к сожалению, касается каждого из нас. В данном случае даже не речь о том, какое наказание для них, речь о факте самой системы, которая позволяет себе подобное. Это не несчастные случаи, это именно система, особенно когда Свенские или, например, Сасс были пьяными. Они сели за руль, прекрасно понимая свою безнаказанность перед плебеями, а они могут себе подобное позволить. Ну, поубивали кого-то, ну и что? Но, конечно, дело в том, что сами правоохранители, они действуют против нас не только за рулем. И в этой связи, вы помните, какой блистательный букет действий и событий был связан с именем руководителя ГИБДД Приморья, полковником Лысенко. Это тот самый полковник, который тогда еще, имея на одну звездочку поменьше и, будучи руководителем всего лишь навсего ГАИ Владивостока, в 2002 году при разгоне демонстрантов, попал под видеокамеру. И вся страна увидела, как Светлана Демидова, опять-таки совпадение по фамилиям, не везет что-то Демидовым, Светлана Демидова своим малолетним ребенком, находящимся у нее на руках, лицом ребенка била по кулаку подполковника Демидова. Тогда, причем, министр внутренних дел Грызлов сгоряча сказал, что подобным мерзавцам не место в рядах милиционеров. Подполковник Александр Лысенко был пинком в зад вышвырнут из органов, а потом также аккуратно вшвырнут обратно. Продолжил служить и расти, получил еще одну звезду, получил уже в управлении весь Приморский край. И опять-таки всплыл в битве с Ярославом Горбенко, тем самым стритрейсером, которого он отечески потрепал. Ну, так слегка по ушку и чуть-чуть по попочке, так его аккуратно погладил. Тоже все это попало в видеорегистратор. Тогда по поводу поведения Лысенко опять было заведено уголовное дело, и он даже срочно ушел в отпуск. Ну, изнемог и отдохнул, и тем не менее он остался руководителем. На этот же период выпала переаттестация и переодевание ментов в полицаев. Он был благополучно переодет в полицаев и продолжил руководить в Краевой ГИБДД. А потом вдруг что-то такое произошло, и он срочно ушел в отставку. А что именно произошло? Он вступил в противоречие с политикой Москвы. Параллельно, ведь чем занимался весь регион в Владивостоке, это импорт праворуких японцев. Их ввозили. Была затеяна реформа. У нас дело в том, что центральная власть провозгласила автомобильную промышленность образцом успехов в экономике. И очень важно, чтобы у нас росли продажи, и рынок номер два в Европе, если можно, подольше принадлежал России. Мы подступились к трехмиллионной отметке. Это очень радовало. У нас много заводов. У нас постановление о промсборке. И в этот момент вдруг на Дальнем Востоке кто-то позволяет себе возить альтернативные машины. Лучше или хуже они, это не важно, но это устойчивая сфера местной экономики, пересаживающая людей на правый руль с поколения в поколение, что вступает в экономическое противоречие с политикой центральной власти. У центральной власти любой рынок на счету, и очень важно, локализовав производство здесь, иметь шансы хорошо продавать по всей стране, а не только до Урала, то, что здесь производится. И на Дальнем Востоке сначала, как вы помните, было постановление о повышении пошлин, потом некоторое количество людей было не очень довольны, и к ним на гастроли приехал подмосковный батальон «Зубр», вломил тем, кто не понял политику партии. И остался, тем не менее, лично полковник Лысенко, который издал распоряжение о легализации распилов. Тех самых конструкторов, когда в Японии машина режется автогеном, привозится в виде двух половинок, сваривается и легализуется, и есть официальный документ лично с подписью Лысенко, который требует ставить эти машины на учет. Это была последняя такая маленькая прореха, позволявшая привозить хоть какое-то количество альтернативных транспортных средств. И вот как только полковник Лысенко вступил в экономическое противоречие с центральной властью, он тут же получил пинка в зад и стал тихим пенсионером. И вот мы с вами получили на информационную поверхность еще одного полковника Юрия Демина, это руководитель ГАИ Свердловской области. Не менее уникальный персонаж, причем у него послужной список по средствам массовой информации прослеживается в еще более интересной перспективе. Потому что в 80-х он даже был в свое время задержан, находился под стражей по очень интересному делу о взяточничестве. Из-за этого у него, кстати, были определенные трудности в карьерном росте. Потом он все-таки стал начальником ГАИ Екатеринбурга. На сегодняшний день он является руководителем ГАИ всей Свердловской области. И потихонечку, как-то все чаще и чаще стал появляться Демин, либо екатеринбургские гаишники в средствах массовой информации. И всегда с каким-то совершенно ураганным рефреном. Если помните, был момент, когда было групповое нападение на одного из жителей. Его задержали три милиционера, избили, три ДПСника, избили нарушителя. Он там что-то такое нарушил, Сергей Мизенин. Ему конкретно вломили так, что он получил тяжкие телесные и провалялся в больнице. И тогда, естественно, кому как неполковнику принести извинения. И он извинился перед Сергеем Мизениным не за то, что его били, а за то, что пока его били, к нему обращались на «ты». Это были официальные извинения. А дальше было еще интереснее, потому что через какое-то время наряд ДПС в упор расстрелял водителя Тойоты. Было возблюдено уголовное дело, и по материалам Академии безопасности оно было замято не без помощи полковника Демина. Потом было очень любопытное уголовное дело номер 540-301 о организации беспрепятственного сопровождения машинами ДПС частного бизнеса. А через какое-то время мы с вами узнали, если помните, кто такой Медвед. Это тот самый парень, Кирилл Форманчук, который через жалобу Нургалиеву растонировал машину начальника ГИБДД Свердловской области полковника Демина. Потом он еще довольно несколько раз ощутимо укусил местных гаишников. И в какой-то момент внезапно был задержан гаишниками, которые отвезли его в военкомат, где он напал на военкома и на этих трех гаишников. После чего оказался сначала на нарах вместе с уголовниками, а потом в больнице, но почему-то не помер. Продолжение после новостей. Печальная история. Продолжение. Часть вторая. Так вот, Кирилл Форманчук был зверски избит гаишниками. И, собственно, почему-то не умер, хотя расчет был именно на это. И медицинская помощь ему не оказывалась в надежде на то, что он помрет где-нибудь сам по себе в камере, а потом в сети констатирует, что у него слабенькое здоровье. Но медвед выжил. Следующим был Юрий Басок. Юрий Басок — это фотокорреспондент местного интернет-портала. Он как раз снимал, как служебная машина Юрия Демина, руководителя ГИБДД Свердловской области, была припаркована с нарушениями. За что к нему лично подошел полковник Демин, вежливо попросил не снимать, после чего Юрий Басок лицом и фотоаппаратом наткнулся на полковничий кулак. Следующий эпизод. Декабрь уже 2012 года, когда по улицам Екатеринбурга гоняли таджика и устроили живой щит. В результате таджик, конечно, влепился в этот живой щит. Люди не пострадали. Ну, там немножко машина помяла, буквально на полмиллиона. Прокуратура заявила, что ничего такого не было, но двух гаишников почему-то резко уволили. Следующий эпизод был, когда из-за совокупности всех этих событий стало понятно, что Демину уже пора куда-то девать и отстранить его желательно под каким-то благовидным предлогом. И тогда прокуратура, причем не кто-нибудь, а заместитель генерального прокурора, обвинив полковника Демина не столько в развале полностью службы ГАИ, сколько в неспособности совладать с ростом ДТП, устроил проверку с тем, чтобы отстранить его. И проверка была довольно серьезная, но подполковник Демин, тем не менее, выплыл. Причем примечательно здесь то, что в результате был уволен региональный начальник одного из местных подразделений как раз за то же самое, за что пытались уволить Демина. То есть рангом пониже офицер оказался виноват в росте ДТП, а рангом повыше офицер оказался не виноват в росте ДТП. И выяснилось, что у московского заместителя генерального прокурора ручки короткие, чтобы там где-то в регионе попытаться что-то такое решить. Потому что, ну, в условиях феодальной раздробленности, ты кто такой? Из Москвы ты, из своей, ты сиди в Москве на табуретке и не наезжай на наших местных честных полицаев. А теперь Демин всплыл как раз в связи с этим фантастическим делом, когда лично оштрафовал водителя скорой помощи. Водитель скорой помощи приехал в тот самый дом, где живет Демин, поставил машину с теми же самыми нарушениями, за которыми было почему-то повреждено лицо фотокора Юрия Баска. И когда Демин возвращался домой, он увидел неправильно припаркованную на выезде в момент исполнения работы скорую помощь и на тысячу рублей оштрафовал водителя. При этом, как полагается по-полицейски, руки на капот, ноги на ширину, плеч, ну-ка быстро! Сейчас ведется служебная проверка. И естественно, что ничего не будет полковнику Демину. Почему же в одном случае полковнику Лысенко, руководителю краевому, было и он получил пинка в зад, а в другом случае краевому начальнику, полковнику Демину, ничего не будет? Разница в том, что Лысенко наступил на экономические интересы. Его финансовые потоки вступили в персональное противоречие с финансовыми потоками столицы. А здесь денег нет. Здесь нет экономической составляющей. Поэтому не мешайте полковнику Демину работать. Вот эти все пацаны, это какой-то медведь 24-летний, эти журналюги, эти водилы скорых помощи, которые тут эти жигули под колесами крутятся, крутятся. Не мешайте полковнику работать. И прокуратура не указ. Все. Здесь не может быть никаких абсолютно клеветнических измышлений в адрес честного служаки, защищающего закон. Это вот тот самый случай. От полицейского, к сожалению, защиты нет, потому что он не бандит. Бандита есть, от полицейского нет. Это как раз результат очень хорошей правовой реформы в нашей стране. 65, 10, 9, 9, 6. Ну, давайте попробуем пообщаться. Александр, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Здрасте. Знаете, короткий комментарий. Вот так и слушаешь вас, и задаешься невольно двумя вопросами. С одной стороны, а у нас что? Те самые силовики, если пользоваться тем термином, который вы сделали, они у нас что, с другой планеты все, или все-таки это же самые граждане нашей замечательной, великой и необъятной, которые в своих других ипостасях занимают должности чиновников, врачей, продавцов, журналистов, кстати, ну и так далее. А все очень просто. Поцент отходов везде одинаковый. Нет, ничего подобного. Это система. Когда молодой человек в 17 лет выбирает, куда ему пойти. Например, он думает, я пойду в медицинский институт. Он рассчитывает всегда только на сверхдоходы, на то, что он будет заниматься имплантологией, или на то, что он сначала станет врачом, тем более, что ему учиться, ну, лет так, наверное, минимум 9, прежде чем он получит хотя бы свой первичный доход. Или он думает, а пойду-ка я в милиционеры, потому что уже через два года, ну, закончу школу дураков, буду стоять махать палкой, буду уже ездить на Лексусе, и все у меня будет хорошо и, кстати, безнаказанно. Это одна и та же категория людей, но человек приличный, честный в обществе выбирает, например, служение этому обществу и идет во врачи, прекрасно понимая, что ближайшие деньги у него будут очень нескоро. А негодяй понимает, есть шикарная система. Я уже через два года буду нормально торговать наркотиками, подкидывать патроны и ездить на Лексусе. Я правильно понимаю, что качество человека определяется хорошим или плохим тем, через какой промежуток времени он получит левые деньги? Нет, неправильно. Как в случае сферического коня в вакууме в виде нашего некого представителя правоохранительного органа. Или в виде врача, который эти самые же деньги точно так же в виде конверта получит не через два года, а через девять лет. Нет, не этим определяется качество личности. Качество личности определяется системой, в которой он идет служить. То есть в системе нет вообще приличных людей, правильно? Скорее всего, по закону больших чисел, небольшой процент есть. И если вы помните, огромное количество героев-милиционеров, например, те, кто ловил своего собственного коллегу-майора в состоянии наркотического и алкогольного объявления, учинившего расстрел людей в обычном магазине, они были награждены по заслугам, а часть из них села через месяц за другие преступления. Но система в целом, она, во-первых, не привлекает приличных, во-вторых, количество приличных туда попавших очень быстро либо отсеивается, либо меняет вектор и направленность работы. Потому что те, кто прилично, идти идут во врачи, в пожарные, в журналисты, а те, кто заранее склонен к преступной деятельности, взяточничеству, они тяготеют к той сфере, где они получат как раз доступ, соответственно, своим интересам. Если вы помните Александр «Заводной апельсин», литературное произведение, там был очень неплохой вывод, доказанный всей этой книгой, о том, что категория преступника и полицейского — это одна и та же категория, просто те, кто посмелее, идут в бандиты, а те, кто потрусливее, они идут в полицейские. Знаете, из этой синтенции следует, на самом деле, ради бога, извините, только одно. Вы, в силу того, что очень хороший и очень высокопрофессиональный автомобильный журналист, в основном сталкиваетесь все-таки со спецификой тех людей, кто работает с дорогой. Да, вот как те самые чудные представители клана ДПС, о которых вы рассказывали в передаче. Пугающая совершенно статистика не в пользу этих людей. Совершенно верно. Только вы чуть-чуть не в курсе, видимо, тех чудных историй, которые творятся в пожарной среде, и то, какими исключительно древнерусскими словами обычно характеризуют представителей, многочисленных представителей этой чудной службы. Как радостно в последнее время бурлит интернет в отношении врачей, которые выпустили совершенно чудную инструкцию о том, как не надо оказывать правильную медицинскую помощь, и как нельзя госпитализировать людей, находящихся в тяжелом состоянии. Да, особенно если они старше 80 лет. Просто скоро они приедут. Например. Да, кстати, да. Это, кстати, результат реформы, но, тем не менее, мотивация к труду у людей, идущих в медицину, она почему-то чуть-чуть почище и посветлее, чем мотивация к труду у людей, обрекающихся на систему. Пообщайтесь с задавателями медицинских вузов. Они вам расскажут, кто сейчас, как и зачем идет в медицинские вузы получать образование. Особенно, если, не дай бог, это целевой набор откуда-нибудь из южного региона страны. Ну, эту печаль, как частный случай, можно рассматривать только с валидолом возле сердца. Но, поскольку я общаюсь в том числе и с врачами, и с пожарными, и с массой других людей, то я вижу деградацию всех систем нашего государства. И журналистов в том числе, потому что профессиональных журналистов становится все меньше и меньше. И, кстати, нужды в них, опять-таки, уже практически не остается, поскольку нужен человек возле микрофона, читающий то, что ему дадут, а не думающий сам. И в этой связи девальвация профессии журналиста тоже потихонечку стремится к нулю. Но вот именно правоохранительная система, как одна из жизненно важных для государства, она и деградации подвержена стремительнее, и ее провалы более очевидны. Но вот с недавних пор мы знаем... Последний личный вопрос, и потом к автомобилям. Вот вы в силу того, что автомобильный журналист, известный, много занимающийся этой темой, неужели даже среди ваших знакомых, слэш-приятелей, слэш-друзей, ну и так далее, нет людей в погонах? Среди журналистов или знакомых? Среди ваших знакомых, друзей и так далее. В моем кругу общения... Людей в погонах приличных, да. В моем кругу общения огромное количество приличных людей разных, в том числе и с погонами. И в моей биографии есть несколько приятных эпизодов общения с гаишниками, достойными, с которыми я познакомился совершенно случайно на дороге. И могу сказать, что за 32 года автомобильного стажа я, например, знаю точно одного очень хорошего гаишника. Майор Сан Саныч Апросин из 8-го спецбатальона полка Южной ГАИ Московской области. Он, к сожалению, после 52 лет, по достижении 52 лет, ушел в запас. Или 50. И очень жалко, что такой мудрый Сан Саныч покинул ряды гаи, поскольку это был реально приличный человек. И вот одного такого я точно знаю, и за 32 года мне удалось вот именно на него натолкнуться. Я знаю, что да, были хорошие ребята в этой структуре ГАИ. Ну вот видите, раз уж хотя бы один нашелся, значит, не все так безнадежно. Нет, все безнадежно. Все безнадежно абсолютно, потому что, например, Лысенко выперли с работы только потому, что он облажался перед властью, а полковник Демин еще остается. Перерыв на новости. Иван пишет. В каком мире мы живем? Вчера оштрафовали за неправильную парковку моего знакомого водителя скорой. Из черного Мерседеса вышел полковник ДПС. Скорая мешала ему проехать к себе. Вызвали экипаж и 100 рублей штрафа. Скоро мы будем эвакуировать людей вместе с больными. Кому можно обратиться, чтобы осветить эту ситуацию? Иван, найдите меня в Фейсбуке, мы осветим эту ситуацию. Сергей пишет. На самом деле смешно и интересно наблюдать за разборками всяких генералов и полковников. Главное, чтобы люди не страдали. Да, но, к сожалению, люди страдают, потому как система против них. Пробок в Москве нет. Всего лишь какие-то жалкие 7 баллов. Ну, тут легкий транспортный коллапс. Не обращайте на это внимания. 65, 10, 9, 9 и 6. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Владимир Петрович. Я уже не первый раз дозваниваюсь. Если вы, может, помните, для дочки подбирал автомобиль. Я преподаватель по владению в Москве. Ну, и она что-нибудь подобрала себе с вашей моей помощью в результате? В результате все-таки, все-таки я сказал ей не 700 тысяч, а давай 900 как-то набирай. Шикарный папа. Следующему маю. Так. И все-таки либо она остановилась, Ситроен, седан, четверочка, либо Opel, седан тоже. Ну, который Astra, Opel. Да, Astra, Astra. А ей седан-то зачем, на самом деле? Что? А седан ей зачем? Дело в том, что иногда нужно убирать детские кресла. Она же у меня две мучки. Замечательно. Вот, нужно убирать кресла. Потом сзади женщины, я знаю, большинство, по крайней мере, не любят вот этих дворников, моторы, когда горят, щетки, жидкость льется. Они этого не любят. Ну, это по моему опыту, все-таки у меня 30 с лишним лет, как говорится, хотя преподаю я вождение где-то лет 18. У вас бы, Владимир Петрович, получилась бы шикарная книга наблюдений за разными типами людей. Было бы очень познавательно почитать. Вот, но я не поэтому, Сергей, я опять еще раз хочу вам сказать благодарность за то, что вы правильно подходите ко всем вопросам. Спасибо. Именно так, как нужно подходить. Как бы и вы подошли, я понимаю. Да, и у меня сегодня мои ученики принесли, я просто темку такую, потому что погода хорошая вроде, вот, темка такая, она показали мне, по-моему, в Фейсбуке, не в этом дело, один гражданин России 250 километров развил. Нормально. Вы не в курсе, наверное, нет? Нет, ну, потому что это не один гражданин, таких граждан довольно много. А это, я вам скажу, это президент Чечни, Кадыр. А, ну и нормально. Ну, сня, вот, и, значит, синие ведерки, все это выложили, вот, и дальше тема интересная, он сказал, больше ездить не будет, значит, нужен лошадку ему нужно, ну, так, чтобы она быстро бегала и не уставала. Конь. Я думаю, что любое его пожелание по щелчку пальцев материализуется в три секунды. Нет, ну, мои ученики, они пошли дальше, потому что сейчас слушатель вашей передачи прибавилось, благодаря мне. Спасибо. Вот, они послали ему туда на сайт, чтобы он издал указ, что всем чеченцам на всей территории России передвигаться на конях. О, это был бы шикарный указ, это было бы очень позитивно. Я вот хотел эту тему у вас спросить, вот, именно в плане того, что уж больно много, как говорится, ну, я скажу так мягко, нареканий на вот эту часть общества нашей, которая, как бы, ну, ее даже, получается, он сам декларирует вот эти некоторые вещи. Ну, я так мягко все говорю. Это наши замечательные граждане, которые настолько темпераментны, что мы всей страной обязаны принимать во внимание наличие этого темперамента и уважать их за наличие этого самого темперамента и этих особенностей. Тем более, что лидер этого народа, он герой России и человек с незапятнанной репутацией, поэтому мы можем только наслаждаться тем, что нас объединила Великая Русь в одних географических и политических пределах. А если вы помните по поводу стреляющей дагестанской свадьбы, которую сцапали в прошлом году на Маховой, один из наших очень остроумных руководителей и совладельцев страны написал в своем твиттере две новости, хорошая и плохая. Наконец-то выяснилось, что в этой стране есть хозяева. Плохая новость в том, что это не мы. Ну, это да, просто понимаете, Сергей, вот действительно, я по жизни, у меня много учеников, как говорят, сейчас вот многие перездают и, как говорится, на категорию С, я перездаю, не в этом дело, я не по национальности по этому, по барабану. Но вот именно отношения, которые, как говорится, действительно уже это в крови, то есть тем на эту тему можно сказать столько, что уже даже они просто стираются. Но, как бы все видят вот это вот, все видят и все-все как бы продолжается. Это вот к разговору, Владимир, вы поддерживаете ту сентенцию, с которой я только начал. Любое негодяйство в нашей стране остановить нельзя абсолютно, любое хорошее дело можно похоронить в момент его зарождения. И это все результат реформы именно государственной системы. Потому что мы с вами можем один на один какие-то вопросы решить, но государство абсолютно бессильно. Оно не может никого вернуть в правовое поле в принципе, поскольку само там не находится. Хотя здесь, особенно на дороге, не надо ничего изобретать. Есть правила дорожного движения, есть таблица штрафов, есть санкции, если что, если люди выходят за пределы административного кодекса, есть уголовный кодекс, который тоже довольно четко все это регламентирует. Но на примере певца Витаса мы видели, что, например, бить мента это можно, потому что он ногами бил гаишника, и ему за это штраф всего лишь навсего 100 тысяч. И по этой же самой статье, например, люди, принимавшие участие в той коллизии, которая со временем стала называться болотным делом, они получают реальные сроки. 4,5-5,5 лет колонии за тот же самый состав правонарушения. Если вы помните по стреляющей свадьбе, там 15 суток одному, а всем остальным штраф по стольнику. 100 рублей, и все, и никаких проблем. При том, что один и тот же закон, одна и та же правоохранительная система и совершенно разные результаты применения. Вот не надо этих стандартов двойных, и все будет абсолютно нормально. Все правильно, Сергей. У меня просто, понимаете, все-таки молодые люди, кого я обучаю, они просто, ну, типа, как бы, пофантазировали, спросили, а если он действительно такой указ издаст, не на территории Чечни, а вообще всем чеченцам передвигаться только на лошадях. Вот будут они выполнять? И они сходят, молодые люди, к тому, что будут. И в Питере, и в Москве будут ездить. Они не могут его ослушаться. Это приходит к мнению моей ученики. Ну, если, тем более, под этим указом еще будет совет старейшины, кивнувший головой в знак одобрения, то исполнение будет стопроцентным, потому что никуда они не денутся, конечно же. Порядка на дорогах будет больше, я так думаю, да? Я не уверен. Тоже, вообще, да, здесь двоято, двоято. Но зато, если лошадь, например, которая не выбирает место для туалета в потоке, решит отрецензировать ваши водительские навыки, то мы с вами будем получать самый наглядный вариант отношения к нам и к тому, как мы водим при помощи этих животных. И удобрений, кстати, в городе будет много, в любом. В любом большом городе. Я понял, Сергей, я еще раз благодарю не только от своего, а от имени еще практически все автошколы. Я просто не буду ее рекламировать. Владимир Петрович, спасибо за похвалу. У меня к вам встречный вопрос. А почему люди, на ваш взгляд, переходят на категорию С? Вы понимаете, в чем дело? Некоторые переходят в категорию С в основном. То есть вы имеете в виду, открывают ее? Да, да, почему? Дело в том, что сейчас многие начали заниматься, ну, будем говорить, связанные со строительством, берут небольшие грузовички, и КТЦ они еще открывают Е. Сейчас Е отдельно идет к категории. Е, к сожалению, да. Да, да, да. Вот. Ну, это, не знаю, к сожалению, нет. Если честно, у меня ее нет. У меня БЦД, и все. Не в этом дело. А вот люди, которые сейчас очень много пошли в строительство, вот, последние, особенно, три года, и они вот покупают себе такие небольшие грузовички, которым, в принципе, как бы не нужен этот, ну, будем говорить, газель с длинной-длинной базой. Ну, понятно. То есть у людей, видимо, расширение бизнеса, интересов и, может быть, даже доходов, потому что кто-то будет на этом зарабатывать, а кто-то будет, наоборот, тратить. Да, вот на категорию D меньше стало. Почему? Потому что, по сравнению, допустим, как лет 15 назад, тяжелее стало сдавать. И, действительно, автобус – это совершенно другая вещь. Вот на категорию D как бы упал спрос. То есть спрос как бы идет на две категории. Б, С, и плюс вот эта Ешка, которую обязали цеплять к Жигулянам, ну, кому хочешь. К Б и К, то есть две Ешки, Б и К. Нет, Ешку просто люди открывают, чтобы к Жигуленку прицепить. А, к Б-шке, понятно. Это Ешка, она идет теперь как прицеп. Да-да, ну, Ешка всегда прицеп, потому что раньше Е была на все транспортные средства, теперь Е к Б, Е к Ц, Е к Д. Да, то есть я вот автобусом могу управлять, а с расчлененным автобусом, к сожалению, хоть и инструктор, не могу. А женщины тоже есть, кто хочет себе прицеп и грузовик? Или это мужское? Вот женщинам, по крайней мере, было две. Это в прошлом году. Две женщины были. Одна приезжала из Можайского района к нам. Ну, я так уже направление сказал примерно. Одна из Можайского. Одна, но она не сама москвичка, она вышла замуж за москвича из Белоруссии. Понимаете, вот здесь как бы те, кто из женщин хочет открыть цель, коренных москвичек-то особо и нет. Вот крепкие женщины у нас в провинции. Они прекрасно понимают, что колхозное хозяйство придется поднимать в одиночку, а со временем, наверное, они еще и на комбайн и трактор пойдут тоже. Да, да, да. Еще раз, Сергей, я хочу вас поблагодарить. Спасибо вам. И если какие-то вопросы будут, я теперь знаю, как до вас дозваниваться. Никому не скажу. Либо найдите меня на Фейсбуке и будете иметь возможность общаться. Вы понимаете, у меня, к сожалению, компьютера нет. У меня компьютер у дочки, либо у жены. Это, к счастью, Владимир Петрович, это, к счастью, у вас его нет. Иван, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здрасте. О, неужели я дозвонил? Да-да-да, это вы, это я. У меня короткий вопрос, чтобы вам успеть ответить до новостей. Был выбор большого паркетника, восьмиместного, между Hyundai Pilot и Kia Maha'a. Ух ты. И я выбрал Kia Maha'a. Так, тем более, что по цене они практически одинаковые оказались. Да, Kia Maha'a был дешевле, к тому же я взял 2012 года со 100-тысячной скидкой, то есть я взял в январе этого года. Вот, потом я поменял подвеску, там, на форуме, ребята поменяли подвеску от Toyota Land Cruiser, то есть она стала еще лучше. Вы ее лифтанули, небось, кию свою, чуточку? Что-что? Вы ее приподняли, вы лифт сделали подвеской? Ну, чуть-чуть она приподнялась, да, то есть там амортизаторы поменялись с пружинами, и подвеска стала просто масло. Нормальной, наконец-то. Просто масло. Да. Да, потому что это была проблема. Соответственно, у меня вопрос, правильный ли выбор я сделал? Теперь уже да, правильно, потому что Honda Pilot это просто легковая машина, а вы из Kia Maha'a, в которой была легковушка, сделали уже очень убедительный кроссовер с замашками внедорожника. У вас замечательный совершенно турбодизель, насколько я понимаю. Да, я дизель, дизель, да. И у вас очень удобная машина. Это вот тот самый очевидный, Иван, пример, когда корейская оказывается лучше японского. И вы как раз совершенно не зря рассматриваете их в прямом сравнении, потому что представьте себе, лет 10 тому назад разговор, а что лучше, корейская машина или японская? Даже неважно, какая марка и модель. Просто сам по себе разговор. Это же просто для сумасшедшего дома сразу. Да, а сейчас абсолютно правильно, у Mojave была единственная очень серьезная претензия. У него плохая подвеска легкового автомобиля, низкий дорожный просвет, и она в целом была валкая, и непонятно зачем, как она оказалась под этим грузовиком рамным. А вы, поскольку сделали апгрейд, все, вы исправили этот недостаток и получили универсальный автомобиль, который, конечно, превосходит Honda Pilot. То есть вот теперь на этом уже можно ехать. Да, спасибо. И долго ли турбина прослужит? С точки зрения дизеля, двигательного дизеля? Знаете, конечно, любая турбина, если она живет 100 тысяч, это уже хорошо, потому что, в принципе, она живет в температурном режиме неоптимальном, и на нее всегда такие нагрузки, что никто и не рассчитывает на весь срок службы автомобиля. То есть турбина, которая уходит 500 тысяч, такого в природе пока нет. Просто не надо. Поэтому относитесь к этому как заранее запрограммированному нюансу, когда где-нибудь тысяч через 100, вы начнете приглядываться к ней, и, может быть, на 150-180 поменяете. Это зависит уже от ряда факторов, не всегда от вас. Но это нормально. Турбина не должна быть вечной. Перерыв на новости. Антон пишет, пока мы с вами обсуждаем действия полковников, которых по-хорошему нужно повесить, как это было с продажными копами Америки, в это время наши депутаты хотят ввести закон об отмене звуковых сигнализаций. Да, действительно, для того, чтобы и депутатам лучше спалось, и для того, чтобы машины можно было угонять по-тихому. А еще вы знаете историю, где угонщик снял двигатель с одной машины, поставил на другую и уехал? Ну, вот конкретно именно этот сценарий мне неизвестен, но я знаю массу других не менее увлекательных историй, когда, например, начальник подразделения милицейского запретил следователю выезжать на задержание угонщиков. Или когда представитель экспертно-криминастического управления на момент проведения проверки в рамках следствия консультировал угонщика, что нужно отвечать взволнованному хозяину, который, вопреки действиям милиции, почему-то самостоятельно нашел машину и пытался доказать, что это его собственная машина. Я знаю массу увлекательных историй, печально характеризующих нашу правоохранительную систему. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей, со всем уважением. Спасибо, взаимно. Подскажите, пожалуйста. Спасибо. В 2003 году купил СААП 9.3, электровый, турбированный, и отдал его жене. С тех пор она проехала 28 тысяч километров. Оставлять машинку или же нет? А почему вдруг вот сейчас возник этот вопрос? Только потому что 10 лет ношения или потому что жене надоело? Потому что я до вас дозвонил. Ах, вот оно что. Игорь, значит, машина великолепная. СААП 9.3 это блистательная машина, только, ну, мягко говоря, не до конца умные шведы могли провалиться с этим блистательным автомобилем на всех рынках мира. Очень жаль, потому что 9.3 и 9.5 это два шедевра просто недооцененных. Итого, у вас на руках... 2003 год, Сергей. Да, и что? 1993 год. 2003. Да. То есть, у вас машина 2003 года, у которой минимальный пробег, которая великолепно сделана. Она полностью устраивает жену. Этот самолет ее не подвел. Поэтому, если вы вдруг ее сейчас продадите, то чисто коммерчески вы ничего не выиграете, потому что вы ее продадите за 3 копейки. И получается, что у вас на сегодняшний день есть классная машина D-класса, потому что это явный D, это же большой серьезный такой аппарат. И на эти деньги вы можете купить себе половинку Соляриса или, например, не дай бог, Жигули, для того, чтобы ваша жида потом перестала с вами разговаривать. Нет, нет, об этом есть и дело. Конечно. То есть, оставьте, наслаждайтесь. И пробег 28 тысяч говорит о том, что в ближайшие лет 500 ваша жена будет нормально кататься на этом автомобиле. Да я хочу, чтобы вы были свидетелем этого. Я не возражаю. Игорь, давайте созваниваться более регулярно, и вы будете потихонечку рассказывать. Там, типа, прошло 2 года, жена проехала еще 500 километров. Полет нормальный, к машине претензий нет. Хорошо, спасибо. Берегите подобные аппараты. И какая же у вас замечательная жена. Александр, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, Александр. Сергей, у меня вот такой вопрос. Я вот машину себе хочу выбрать. Зачем? Александр, зачем вам машина? Вы живете в большом городе, где? Во-первых, лучший мэр, который только может быть. Никакой Блумберг рядом не лежал. Во-вторых, у нас блистательно ходят автобусы. Они комфортабельные, с кондиционерами и идут по часам. У нас лучшее метро в мире. У нас есть троллейбусы и в качестве увеселения даже трамваи образца 64-го года. Александр, зачем вам машина? Ну да, еще метро забыли сказать кондиционерам, которым всегда свободно и не душно. Абсолютно. И никто туда не дает, вносит или не вносит. Ну иногда бывает, в хрюсло поддувает, но куда деваться? Сплоченный коллектив и чувство локтя сближают. Ну да. Александр, зачем вам машина? Ну вы же в районе. Ну да нет. Я иногда выезжаю из этого рая, за пределы Московской кольцевой, вот, и попадаю в реальную меру. Ну и хотя бы автомобиль на полном приводе, вот, но денег немного и, как бы, рассматриваю вторичный рынок, машину где-то до 900 тысяч. Ух ты. У вас, кстати, знаете ли, за эти деньги вам попадается в руки уже Duster в топовой комплектации. И 900 тысяч, это вы вступаете в ряды нормальных кроссоверов. И, например, в 900 тысяч у вас укладывается, не побоюсь этого слова, Санговый Йонг Акцион, а это тоже машина не самая плохая. И вы уже выходите на оперативный простор агрегатов типа Йети. У вас уже это начинает маячить Тигуан. И 900 тысяч, это очень весомая сумма. Зачем вам вторичный рынок? — Рассматривал, как бы, Санг Йонг Акцион новый, вот, на бензинном двигателе. — Да, замечательно. — Замечательно. — Вот, как бы, вот, про машину я вот сидел просто, в салон ездил, сидел, машине мне очень понравилось. Внутри она такая просторная, с виду маленькая, а внутри салон очень просторный. Ну, как бы, вот, в бензинном двигателе. — Хороший мотор, у нее 149 лошадиных сил, хорошая коробка шестиступенчатая. — Единственное, что у этой машины очень отягощает ее анамнез, это стоимость сервисного обслуживания. Потому что тот ценовой фашизм, который они себе позволяют, делает вас сразу в мечтах владельцем Роллс-Ройса. Потому что любое ТО разорительно до невозможности. Не дай бог на жестянку нарветесь. Это же, там, фару поменять или крыло отрихтовать. Ну, такое ощущение, что на бедре 18-летней девственницы выстукивают они каждую жестянку. А во всем остальном машина хорошая, и сейчас у нее рестайлинг, и под это дело есть приятное ощущение скидок. Потому что еще немножко, и вот где-то в ближайшие несколько месяцев, не сейчас, но несколько месяцев, пойдет машина с новым выражением лица. И под это дело они будут скидывать товарную массу, зависшую на складах. Ну, у меня, как бы, ценовая политика наших, основных, скажем так, поставщиков в России автомобилей, она очень удивляет. У нас антимонопольная служба, она, наверное, спит по этому поводу. Потому что все машины, как бы, они в одной ценовой категории идут. И выбор практически, вот если у тебя есть сумма, то небольшой. Антимонопольная служба, она сейчас заявила официально, что поскольку очень многие предпринимаемые официальными дилерами, дистрибьюторами и представительствами шаги укладываются в уголовный кодекс, то поскольку ФАС, он такой добрый, что не хочет возбуждать уголовные дела, он говорит, а давайте мы подпишем декларацию приличного поведения, для того, чтобы клиенту тоже было не очень плохо. Ну, плохо, но не так уж, чтобы совсем сильно. Вот все, что может ФАС. Я бы его переименовал бы в комитет. Тогда было бы как-то, на звук звучало бы лучше. Или в профсоюз ихний, да? Ну, нет, профсоюз, знаете, все-таки слово депутат более ругательное, чем профсоюз. А вот если ФАС переименовать в фак, получится совсем четко. Вот прямо попадание в лузу. Хорошо. Спасибо вам большое. Александр, дело в том, что на вторичном рынке вас обманут. Вы приходите туда, где профессионалы занимаются тем, что ловят таких, как вы, и рассказывают про скрученный спидометр сказки. А у вас 900 тысяч, то есть представьте себе, за 900 тысяч вы покупаете чужую проблему. Зачем? Когда за 900 тысяч вы можете купить себе кроссовер, а тем более чуть-чуть добавив или, например, ввязавшись, не дай бог, в кредит, вы выходите в ценовой диапазон полного привода, где у вас уже, ну, в общем, все предложения так или иначе толкутся возле этой самой отметки в миллион. Уже есть из чего выбрать. Просто зачем себя обрекать на вторичку? Не хочется мне, как бы, в миллион. И так, как бы, деньги в кредит, в кредит будут. Вот. Я сейчас просто езжу на Мальдитройке. Меня машина очень устраивает. Мне прям сердце кровью обливается. Продавать не хочу, но уж очень низко. Я не могу никуда проехать. Скажите, Александр, вы будете брать целевой кредит или вы будете брать потребительский кредит? Ну, наверное, потребительский. Почему? Ну, потому что я все-таки рассматриваю вторичный рынок. У дилера я не хочу машину брать. Они накручивают очень сильно, и потом это дорого выйдет в обслуживание. А еще? А еще потому что целевой кредит вас обременяет необходимостью страхования, что тоже дорого. Ну, да. А здесь у вас, если у вас будет потребительский кредит, то у вас есть возможность не страховать машину по каске, ограничившись оброком в виде ОСАГО. Ну, абсолютно правильно. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Большое вам спасибо за вашу передачу. Спасибо вам. Сергей, у меня к вам два вопроса. У меня немецкий автомобиль, ну, Audi Q3, он идет из салона без брызговиков. Нужно ли их ставить? И вообще, в принципе, нужны они на автомобиле такого или нет? Если вы получили номера и машина сертифицирована, то это нарушает ГОСТ, но снимает с вас любые претензии, потому что в нашей стране все машины должны быть с брызговиками. А у вас в данном случае вот она такая есть, вы можете ехать. И тем более, что у Q3, если ставят брызговички, то совершенно крошечные такие, что называется, для отмазки. Поэтому, ну, вам не нужно. Тем более, у Q3 так удачно сделана форма двери, что пузо чистое и штаны чистые. Соответственно, брызговик может быть только для самоуспокоения. И если бы он был здоровый от рождения, то еще для того, чтобы лобовое стекло было почище у того, кто едет сзади. А для вас эта проблема решена производителем, и все, она вам просто не нужна. То есть брызговики вам не нужны. Понял, спасибо. И еще один вопрос. В течение времени появились случаи, и в интернете много обсуждений о том, что сейчас для получения справки на права необходимо проходить килограмму мозга. Это правда или это все-таки сухи? Нет, это вранье, потому что пока никаких изменений нет. Есть намерение депутатов еще разочек поиздеваться над нами и ввести новые параметры этой самой медицинской справки. Но на сегодняшний день единственное, что мы имеем с вами, это необходимости идти к наркологу и к этому самому психиатру, который выяснит, что мы с вами нормальные и полноценные. Все остальное это произвол. Кирилл, здравствуйте. У нас с вами совсем чуть-чуть, но еще есть. Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Степанович. Здравствуйте, Кирилл. Как ваше отчество? Валентинович, я вам дозванивался несколько дней назад, спрашивал по поводу автомобильной журналистики, если помните. Да, да. Ну, не ходите в автомобильную журналистику, там не нужны профессионалы. Ну, пока еще думаю, господи, жизнь у тебя впереди. У меня вопрос более, может, конкретный в этот раз. Быстрее. Подскажите, пожалуйста, вот автомобиль, скорее всего, это вина птиц или еще чего-то, ну, лакокрасочное покрытие пострадало практически по всей крыше. Это портит только эстетику, но вопрос, если продавать автомобиль, как можно это устранить, и чтобы доказать, что автомобиль не был битым и поэтому перекрашивался? Кирилл Валентинович, поскольку на сумме вырученных денег это не скажется никак, вот все, что вы потратите на перекраску, на битву с этими птицами, это не увеличит в результате количество денег, которое вы получите. Поэтому либо полирните, либо оставьте в покое и скажите, что, дорогой следующий клиент, скидка на покраску крыши, потому как вы во все тяжкие влезете, потом будете доказывать, что у вас машина не перевертыш, и в результате подозрений будет много, а продавать ее будет тяжелее. До завтра.